Продолжение следует... 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 Вообще не моя фишка проходить моды для каких-то... Не было ещё такой игры, да, вот там есть каналы, проходят моды для Скайрима, проходят моды для Сталкера, моды для GTA показывают. Ещё не было в моей жизни такой игры, которую я бы прошёл, а потом начал активно херачить всякие моды для этой игры и моды проходить. Ну, просто вот не было и всё, я не знаю. Почему? Видимо, потому что я в состоянии распознать, что любительские моды, они не могут быть настолько хороши, как игра... Основная игра, сделанная профессионалами своего дела. Так, у меня осколочные гранаты на вооружении-то стоят. Облучённый дрын. Тырын-дын-дын, тырын-дын-дын. Терминал почему-то разблоченный. Дистанционное управление дверью. Открыть. А я думал, там ключ мэра требуется. Я вспомнил, что я вроде подходился, а почему-то локация не открыта. Или я что-то путаю, или... О, вывалился. А что это? Блядь! Сука, мудак, ты что? Какого он делся-то? Блядь. Наверное, это был пасхальник. Этот скелет явно хотел напасть на меня. А, вот он вылетел, походу, выпрыгнул. Ха-ха-ха. Остаточная кинетическая энергия, видимо, после смерти. Так, тут какие-то эти без... А, скелеты без головы. Тут, наверное, где-то всадник без головы. Рядом с ним. Убежище мэра Бостона. Да, всё, ключ не надо. По-моему, что-то я слышал. Что нужен был. А, по-моему, я сюда дошёл, открыл локацию. Когда я искал экзокостюм, чтобы спутнику второй взять, я сюда дошёл, открыл локацию, но потом перезагрузил автосейв, чтобы... Да что с этими скелетами не так? Почему они шевелятся? Ты точно умер? А чё улыбаешься? Ха-ха-ха. Щерец, а ёпта-ть, сидит. Сразу видно высокий интеллект моих спутников. Штукатуркой любуешься, паладин? А это так вообще, я не знаю, просто рабыня какая-то из ауру. Слушайте, как он всю жизнь прожил и со всеми зубами остался? Хе-хе, блядь. Я помню, какая-то была эта... Водка продавалась в 90-е. Сука, Белая Смерть, по-моему, называлась. Была такая вроде, да? Там на обложке был такой скелет нарисован, улыбающийся какой-то. В пиджаке, по-моему. Если я ничего не путаю. Что-то убежище мэра Бостона обставлено как-то бедно. Как будто это убежище мэра... Мэра Мэтищ каких-нибудь, я не знаю. Убежище, блин, этого... Директора сельсовета. Ух ты, блядь. Ничего она снесла мне, слышишь? Она прям через... Через мою силовую броню меня дрюкнула. Паладин Данс что-то там сказал про свою подготовку, и мы начали тут же огребать. Подготовленный ты наш. Корзина для продуктов. Из магазина. Магнит, сука. Сейчас, по-моему, только в одном магазине железные корзины и остались. О, алюминька. В пункт приема сдам. Ёптеть. Зажигалка. Эм, паладин. Слушай, я, конечно, сомневаюсь. Но ты сказал, что у тебя вроде подготовка какая-то охуенная. Но мы будем готовить работу. Эй, что ты хочешь? Пойдем проверить это. Извините, нет возможности. Понятно. Кто бы сомневался, тупой ты солдафон. А, нельзя хакать компы в силовой броне. Ну и пошел он нахер тогда. Я думаю, что это комп отключения турели. А мне он нахер не нужен. Нет турели, нет проблем. Сейчас, прищеми его дверями. Да, сука, умри, проклятый паладин. Я подымусь наверх, заберу с тебя доспехи. Бвар-буб-этаж. На Бвар-буб-этаже утечка газа. Заметная причем. О, самодельный аккумулятор надо брать. Блин, не туда или не туда? Ахер его поймишь. Сука, это не убежище мэра Бостона. Это, бля, я не знаю. Не знаю. Дача Бори Моисеева. Что-то какая-то. Кишка, блядь, анальная. Как тут мэр тусоваться-то собирался после Эрмагеддона? Не надо. Я еще идти. Как эксперт отбраковываю банки. Отличаю алюминиевые от них. Поролись никак, а, негодники. Сука, это обезьяна меня преследует, по-моему. А че это у меня вот это вот справа, вот на этом спидометре, где соточку показывают, Эммо, какой-то значок появился. А мой, шесть квадратиков. Это че, че не значит? Напугала дура, блядь. Форма бейсболиста. Ну, это, наверное, стильная одежа. Кстати, она, наверное, что-то дает. Я ни разу не видел здесь форму бейсболиста. Костюм Грогнака. Понятно, понятно. Модные очки. Костюм. А, форма. Сила и ловкость. Нихуя себе. Ну, это если он прокачивает. Три килограмма весит костюм бейсболиста. Или три фунта, как угодно. Ты еще что за хуйня? Ух ты, блядь. На, сука. Паладин! Нас не возьмешь, блядь. Мы дрыном драться, блядь, умеем, сука. Хотя он тоже не промах. Фехтование на дрынах. Моя деревяшка как-то не кажется мне особо крепкой. Так. Силовая броня говно. Она сразу видно ни от чего вообще не спасает, ни хера. Спирается юзнуть Мэд Икс. Мозгогрипп. Он что, вообще лечит или что делает? Мясо дуть, не блядь, какого-то. Нахер оно мне. Это пиздец. Он меня просто затрахал своим вот этим, блядь, лучиком. Голубеньким. Пока мои, блядь, два шикарных вообще опизденелых спутника, где-то там, наверное, еблить до поворота. Я просто не знаю, что их могло задержать. Мы шли по трубе, блядь. Там даже свернуть ни туда невозможно. Ох, блядь. Отдельно, отдельно хочется сказать пару слов об убогости вот этого, блядь, оружия радиоактивный дрын. Холи, ты тут делаешь? Вот так вот, блядь. Радиоактивный дрын, который им вообще ничего не... Не причиняет им никакого урода. Урода. Не причиняет им урода, я сказал? Уродом урона он не причиняет? Дай-ка ему, блядь. Мне кажется, у него какой-то необычный институтский. Сфокусированный институтский карабин. Броня синтов. А, он в броне ещё, блядь. Псарь какой. Ммм, 20 урона. Говно, скорострельность, это капец. Большой ящик инструментов. Падал, взломать. Нахера нужен. Чё это было? А-а-а. Ха-ха-ха. А, как задумано было, а? Ну, согласитесь, скилл. Всё, второго, блядь, унесло куда-то взрывом, нахуй. Или чё? Ну, чё, расщепило, что ли, блядь, на атомы? Где он? Сууки, блядь, рваные. Смотри, чё делают, а? Критуй его, нахуй. Да, одной пулей, блядь. Очередью, критуй. Отлично. На криворукую стрельбу этого персонажа, надеяться, вообще смысла нет. Кукуруза, блядь, какая-то. Нахуй мне кукуруза. Мясо в дутне, которое весит до хера, они лечники, разве, чем я его ношу, в общем. Чтобы она увидела его таким, каким-то, каким-то. А, он помер, походу. Враг слишком силён. А враг это синты, походу, да? Интересно, а спать в силуе брони можем? Очень сложный. У меня не хватает мастерства, блядь. Зря я убрал этого Валентина. Хотя он такие тоже, по-моему, не умеет взломать. Возможно, после личностного квеста, может, и мог бы. Личного. Кофейник. Стиральный машин. Кто решил и кофейник постирать? О! Ништяк. Ну, в силовой броне такие двери, не кажется, что надо, блядь, щелбанами просто взломать? Суй. Мэра Бостона в ванне он нашёл. Наверное, это мэр Бостона, знакомьтесь. Почётный человек. С радио. С радио. Прощание мэра, да? Это он. Привет, милая. Жаль, что всё так вышло. Я пытался построить дом, в котором могли бы жить наши дети. Ты же знаешь, я человек семейный. Дети для меня на первом месте. Ради них я готов на всё, даже на трату средств налогоплательщиков. Да, налогоплательщики. Любой мэр всегда готов на такие жертвы. Ради чего угодно. Здоровье восполняется скоростью одну единицу в минуту. Это, это охуеть просто, какой бонус-то. Единица в минуту, блядь. Полчаса и мы здоровы. На 30 единиц. Может быть, они оставят тебя в паузе. Сварная амортизия. Я оставил ключ к застежке, с одним из амортизов. И его имя. В любом случае... До свидания, моя дорогая. Упрощай, моя дорогая. Только и расслышал я его шёпот. Так, чё мы ищем-то? Короче, мэрбостон набухался и кинул радио себе в воду, чтобы его коротнуло. Камера. О, пружинки, кристальчики. Клиамина, плазменная граната. Так, где наш этот... Бобёнка-то, которая... Занимается сбором всякого говнеца, который сюда привезти должен был. Я привёл. Но тут как бы нет ни хрена. В этом я вижу небольшую проблему. Дэнсу это не понравилось. Я употребил ментаты, хотя Дэнса тут даже рядом нет. Он услышал, видимо, как я их глотаю. О, растительное масло, нихуя себе. Это хлам, интересно, или еда? Топливо для мистера-помощника. Никогда такой херни не видел. Разрыхлитель какой-то. Наверное, это личный квест мистера-помощника, что у него за 200 лет топливо кончилось. Надо было сюда прийти и взять его, наверное. Граната полкилограмма весит. О, ключ от сейфа в убежище. Мне кажется, я этот сейф уже взломал. Мне бы пароль от терминала, от его пригодился больше. Если его вообще можно найти. Откуда я пришел-то отсюда? Да. Что-то синты кончились. Ах ты, ёб твою мать. Да ну нахуй, еще легендарщина. Так. Заплесневевшая еда. Ахера я его на шуту вообще. О, мясо болотненько. Надо еду уничтожать, потому что она, сука, мне перевесы только создает. Роботы, наверное, не боятся радиации, поэтому он урон не получает от моего мегадрына. Мутировал, но его это не спасло. Антирадиционный кастет. Увеличение урона гулям на 50%. То есть 22 на 50% это 33, блядь. Ахуй. Обалдеть, вот это ствол. Просто горатель гулей надо было его назвать, я не знаю. Или гуль... гуль... гулька шлеп, я не знаю. С таким-то дамагом вообще клоунским. Давай ты, ёптить. А что за говно тут лежит? Терминал находится. Я начну. Ах, блядь. Я мог бы его хакнуть и получить очки опыта. Вместо этого залупочку на воротничанский. А-а-а. Так мы сюда и приехали, нет? Ну. Это же вход. Где этот? Странно, что она своего в цель захвата. А синт-то где? Ой, блядь. Приступает она к заданию. Не подходи туда нахуй, даже не думай. Пошла в жопу. Тоже, наверное, херово получается. Давайте слова подбирать. Ну давай ты, ёптить, садись. Септембр. А-а-а, нет. Да, здесь. Батьк. Удалено, удалено, удалено. Мне кажется, мэр почистил всё перед уходом в мир иной. Грузись, дерьмо. О, телефон. Интересно, уже сделали мод силовой брони Тони Старка для этой игры. Анти, анти, анти. Радикс, радикс, радикс. Ууу, сколько всего тут было. Разного не очень интересного. Всё. Больше тут ничего нет, ничего нет. Так, и задание-то в чём теперь? Вернуться к Проктор Квинланд. А ты кто? А ты просто... No name. No name скриптор. Ну чтож. Где это синцледопыт там своей челюстью щёлкает? Я не понимаю. Походу, где-то здесь. Ты должен уйти сейчас, человеческий систем. Another victory for the Brotherhood. Зря ты объявил войну человечеству. Э, да он делся. Непонятно, почему у синта, у которого нету оружия, есть патроны. А, это турель, да. Ну, паладина Данса мы где-то потеряли. Не в бою, так просто потерялся. Осил. Пиздец. Отстрели ему руку с автоматом нахер, чё ты делаешь? О, блядь. Это моя палка на щепке разлетается или от него чё-то отлетает? О, это была моя рука. А, это лидер синтов, нихера себе. Т-1000, наверное. О, блядь, кого я вижу, ёптвою мать. Где прятался-то, мышь? Где мой, блядь, автомат? Так, подождите, нет, не моя рука, это синта рука отлетела. Так, амортизирующая микроуглеродная броня. Нахер, 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 нахер. Целеуказательный, улучшенный, чё-то там, чё-то там кусок говна. Интересно, что тут ни одной ядерной батареи не было, что ли? Стелсбой. Чё-то чувак по стелсу решил пройти, походу, но не выгорело. А, ты ещё здесь? Алюминиевая, я же вижу, блестит. Могли бы алюминиевые банки выполнить в стиле пивных таких баночек. Так, а что у нас, патронов перебор, что ли, почему не берём? Ну, я всё равно такие локации, в принципе, зачищаю. Почему не делать это по квестам от того же Братства Сталина? Конечно, не самая интересная херня, но... Блядь, выглядит как приглашение. Но... Это всё равно, вот, дальняя локация, она всё равно намного интереснее, чем... Чем идти, идти, просто зачищать какую-нибудь сраную, блядскую канализацию. Ну, хоть мэра Бостона поглядели. Дерьмово как-то у них база сделана. Вернее, нет бы вот меня, героя, с задания встречали прямо на палубе. Они стоят, где стоят, и в итоге мне... Помимо того, что я прихожу сюда фаст-тревелом, надо... Вот, надо идти ещё через две загрузки в итоге. Через две палубы. Отъебись-ка. Подожди-ка нахер, я что хотел посмотреть? Действует ли мой множитель на получение опыта? Говорят, что чем больше интеллект, тем больше опыта получаешь. А, хорошо, ты вернулся. Ты совершил миссию? Да, сэр. Да, сэр, я нашёл мэра Бостона. Сто крышек? О, блядь, ну ты не мог дать чуть-чуть, вот, на миллиметр побольше? Говнюк. Хорошо, хорошо. Там слишком много информации, да, 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 да. Ты сможешь встречаться с скрибом. Патролл это успех, когда ты вернулся скрибом с данным. Ни сэр. Ага. Беспотя... А, скриптеры ещё и убить могли, но не убили. А чё это я тут... Не спыздал то, что... Или они обновили ассортимент. О, алюминиевая канистра. Чёрт бы вас побрал. Чё ж, блядь, канистры-то у вас такие тяжёлые. Так, сейчас что-нибудь выкинем. Мозгогрибов, что ли, выкинуть? Мясо жилокрыло. Смотрите, вот просто сколько всё это весит. Хлам. Будильник. Вес один. Стекло. Нахер мне стекло? Асбест. Ядерный материал? Нет, это надо. Будильник. Стекло. Пружина. Сжигалка. Ай да, блядь. Где там у меня? Russian Vodka. О, ёмкость с жидким азотом. Нихера. Надо припизгнуть однозначно. Так, ну посмотрим сейчас, в какую локацию отправят. На этот раз, если опять в дерьмовую, то можно будет и не ходить. Блокпост в Южном Бостоне. Что ж, это уже не так интересно. Военный блокпост Южного Бостона. Ну, по крайней мере, зато они появляются на карте. А что, политехническую школу не зачистил, что ли? Интересно. Да, можно, в общем-то, закругляться с этими побочными квестами, а не какие-то борода. Вот если бы как-то мотивировали человека, типа сначала его сделали новобранцем, вот походи, поделай побочные квесты, повысь себе репу, и тогда тебя произойдут в рыцаре, дадут тебе броню. Если уж ты же совсем там охереешь, наделаешь кучу побочных квестов и парочку обязательных там крупных квестов клана, да, то тогда тебя в паладины произведут. То есть будешь вообще совсем-совсем крутой. Сейчас я, кстати, поэкспериментировал с крафтом налобного фонаря для шлема. На него, блядь, алюминий уходит. Я сначала скрафтил фонарь в Oldboy, но это просто полное говно. Короче, там зеленый фонарик, светло-зеленый светит, и в нем этот в Oldboy, вот этот пацанчик с большим пальцем вверх поднятым. Как лазерные указки раньше были, типа красные, только вот такая зеленая здесь с рисунком. Потом я решил посмотреть цветной фонарик. Красный, блядь, это тоже полное говно. Вот, а потом у меня алюминий кончился. Плюс с красным походить. Ну, бля, бесит ужасно, конечно, красный фонарь. Надо было шлем от другой брони взять, где у меня яркий фонарь просто стоял обычный. Скриптор, ты не ранен? Может, тебя стимулятором шер... А, здесь же никто не умирает. Хотя, вот, может, именно Скриптор тот единственный, кто реально может сдохнуть. Так, это был легендарный рейдер, я помню. А, нет. Обычный. Странно. Ну, в принципе, если не светить себе подноки, то красный фонарь не так уж и раздражает, если вдаль светишь. Один хрен, ни хрена не видно. Ну, другой вопрос, когда ты заходишь вот так вот, и он начинает высвечивать какие-то объекты, делая их отвратительно красными. Хорошо меня, чёрт не дёрнул, фиолетовый фонарь сделать. Хотя, может, именно фиолетовый ништяк. Ну, они бы хотя бы какие-нибудь светлые делали, голубенький там, бля, жёлтый фонарик, а то нахрен вот эта, бля, красная бесячая хера тень. Я понимаю, что, скорее всего, я единственный, кто вообще догадался скрафтить себе, блядь, цветной фонарь. Не, ну а чё, с другой стороны. Коли уж был, такой вариант, почему бы нет. Чё-то книга такая здоровая лежит, явно не возвращённая, нет? Вот не леним было тут шпильки по одной раскладывать. Патрон один-единственный ставить. Охереть, опять топливо для мистера-помощника. Чё за бред? Оно хоть в хлам падает или куда? Хлам. Да. Стали масло. Три единицы веса. Из-под хладогена. Ирстаги, с одной брони. Вот если бы я чё-то алюминиевое здесь нашёл, я мог бы прямо сейчас переделать себе броню в другой фонарь. Может, блядь, хотя бы обычный поставить, потому что это полная хрень. Давайте посмотрим, что мы нашли. У нас есть ампо. Да. Дерьмо случается. Может, блядь, где-нибудь можно выспаться и пойти днём, чтобы не светить фонариком. Жёлтая краска. Может, броню можно покрасить? Ну, хоть пип-бой, блядь, не красный. Хотя можно сделать. Нет, тут негде сидеть. Здесь, в принципе, есть всё, сука, кроме... кроме какого-нибудь... какой-нибудь табуретки хотя бы одной. Мы втроём друг у друга на коленях посидели. Я, кстати, вижу клей. Ух! Красота, ёпты. Так мы куда идём-то? Супермутант. Ну, супермутанты мне нахрен сейчас вообще не нужны, а то скрипторы этого угрохают. И привет, побочный квест. Блокпост, он, в принципе, мелкий. Здесь ничего такого. О! Ха! Там, я смотрю, ещё одна. Ещё один костюм стоит. А чё, стрелки его не надели? Не умеют, наверное. Отличный выстрел. Такой чувство, что у меня глушитель раскалился, но это на самом деле просто фонарик на него светит. Это экземплярное сообщение к всему армии солдатам. Экземплярное протокол 17-го Экко-Чарли-Нейнера или инопекция. Где у них грёбаный громкоговоритель орёт, а? Да, ёпта, мать, чё, я же зарядил. Пошли вы нахуй, господа. Хорошо компьютер не взрывается от бомбы. Сука, я поражаюсь. Это чё за... Откуда у него столько брони-то? Смотри, ему вообще ничего не берёт. Выполнено. Я уже думал, что он сдох. Начали писать, что я выполнил раньше, чем я сделал. О, патрон, патрон, мина, мина, мина. Жетоны какие-то, блядь. Очень сложный сейф. Да, правильно кто-то написал. Чем сложнее замок, тем крепче шпилька, блядь. В лёгком вообще, по-моему, сразу ломается. Почему-то на колесо мыши здесь оружие не переключается, а? А, мощный, это чей лежит здесь. Крюковый, мощный. 58, нихуяся. А, так он чем стреляет? 45-ми. Умный, блядь. Там хер патронов столько накопишь. Так, чё, компьютер будем взламывать, или чё? Это база данных причина. Это база данных причина. Семья Ву, блядь. Чё это такое? Иди, а, съёмки, инструменты, субъекты, задержанных до прошлого происхождения. Ходи, лет. Чушь какая-то. Это атмосферные записки тут, типа, что каких-то съёмщиков чего-то сдержали, типа. Сомневаюсь, что это кому-то интересно. Бабёнку вальнули. Так, в пизду, как мне заебал этот красный фонарь уже. Без него ничего не видно. Чё за костюмчик-то здесь? Судя по горбатой спине, это, блядь, броня мандачиванов, ёптус. All including, нет? Значит, desperate, fuck, yeah. Вот так вот батька хакает. Главное, самые трудные замки здесь, это лёгкие. Видимо, что в плане взлома, что в плане... Х-01. Здесь. Это шанклавовская броня в натуре. Она, я думаю, покруче будет, чем вот эта, которая на мне напялена. А как дверь можно закрыть обратно, чтобы не спиздили, я потом заберу. Да-да, ёптус, да, нахуй, это лёгкие. Хватит. Охереть. И фонарик не красный. Надо сохраниться, а то... Угонят, блядь, будет рейдеров в этой броне носиться. Так, чё там, давай вернём этого триперного скриптера на место. И возьму офицера. Это нормальное задание, главное, там что-то надо полетать, пострелять. Его сделаю, и на этом серии можно будет заканчивать. Но, видите, по бочке-то пользу приносят. Броня нашлась. Ещё одна. Я себе потом сделаю, построю в городе, как у Тони Старка, блин, отдельно помещение, где у меня будут на подсвеченных всяких штуках стоять мои броньки рядами. Я их в разный цвет ещё покрашу. Для атмосферности, типа. Ну так, чисто угарнуть. И вот они, блин, начинаются загрузки. Первая. Сейчас, вот смотрите, как классно идти, квесты эти сдавать. Ёпты, вторая. А потом ещё командиру за третьим квестом. Это, как я понимаю, третья будет уже. И мы ждём, мы всё смотрим, это всё классно. Даже, почему... Ну, это короткие, правда, загрузки. Даже не показывают всякие картинки. Посмотреть, почитать. Он мне всё меньше и меньше платит, Морж. Зато смотрите, как классно тут левелы фармить, поскольку опыта приходит. Это не технические документы для тебя. Эти не технические документы. Я не знаю времени. Где, где вообще взять техническую документацию? Собачьи консервы. У тебя же кошка. Ты её собачьими консервами кормишь, что ли? Она парафиновые свечки жуёт у него. Так, инфа. Вот, без пощады. Встретитесь со старейшиной Мэксоном. Так, где эта старейшина? Ага, обратно. Ну да. Ещё пара загрузок, и мы на месте. В этой части, конечно, у Братства стали самая такая, видимо, группировка. Всё-таки со своим дирижаблем. В Нью-Вегасе-то их зачмырили, они там где-то под землёй тусуются. Вызвали бы этот дирижабль себе тогда на помощь, раз всё так херово. Ой, всё по загрузкам, да по загрузкам. Ну иужели так сложно было сделать этот обосранный, обосранный дирижабль одной большой локации? Я не вижу сложности в этом. Ну, хотя я и игры не делаю, куда уж мне до этого гениального разработчика. Надеюсь, Doom, блин, четвёртый не будет весь в загрузках, как падла. Ну, где этот Максон-то, блин? Да, говорю с желанием, а то же я ничего не буду. Пора пострелять. Интересно, а если я в броне Анклава бы пришёл, им бы это сильно понравилось? А-а-а, Форт Стронг. А я думал, туда пешком сходить. Для того, чтобы сделать ситуацию worse, они сидят на поверхности массового стакпа локации, которые могли бы использовать в нашей кампании. А-а-а. Я хочу, чтобы идти туда. Что? Понимаешь? Супер-мутанты, снаряд для толстяка, трата времени. Смотрите, я понял, что ты встал, чтобы в борьбу к Институту. Дэнс в восторге, блядь. Я согласился пострелять из минигана, Дэнс сразу кончил. Блядь, а без меня как будто некому было этой хуйней заняться. Да, что тебе надо-то, блядь? Надеюсь, ты не голубизна, Чувак. Спасибо. Паладин Крик. Паладин Крик. Я так понимаю, это монолог, это первый предквестовый монолог спутника. Но во время второго такого длинного послания, блядь, президента народу, он дает квест. Я так понимаю, что во всех этих диалогах надо выбирать нижний вариант ответа, стрелка вниз. Это всегда какое-то согласие на что-то, всегда типа самый оптимальный вариант ответа. Самый правильный всегда находится там, где стрелка вниз. Я уже заметил. Ну или на Ходокайсе, если может, где-то сверкнуть харизмой. Там это будет отдельно подкрашено. Строг, чё-то я, блядь, строгости-то никакой не вижу. Нудный ты хрен. Что случилось в Адамс Аэрфорспейсе? Вновь в Капитал-Вестлэнде, братья была в войне с трейдерским группой ревеллеров. А, Анклав. Вот и про Анклав, смотрите-ка. А, так это из третьей части авиабазы. Да-да-да, это ещё в Нью-Вегасе говорили. А в Нью-Вегасе, в третьем Фоллауте мы часом Паладина Крига не имели удовольствия встретить нигде? А у него броня, кстати, выкрашена в какой-то цвет, она у него вон красная. И сама тёмная. Хотя у этой брони, у моей тоже цвет есть, цвет Братства Стали. Она такая темноватая по сравнению с остальными. Смерть с небес, единственный достойный способ летать. Странно, вот прицеливаешься и прицел вообще нахер пропадает. Блядь, максимальное удобство, ёптит. Ну чё мы зависли-то? А у нас чё, миниган только с одного борта? Ватс тут не действует. Дайте я покажу вам, как стрелять надо по бочкам, ёптит. Интересно, а если бы я сейчас стал своих расстреливать? О, ещё один самолёт упавший. А это кто такой? А, ты что ли? У него на рукавнике он помечен. Видите, крест какой-то? А, у него броня палатина, у меня рыцарская. Понятно. У меня вторая версия. На базе стоит первая версия, а у него, наверное, третья. Убить супер-мутанта чудище. Это кого? О, вон он. Ёпт, кирпич полетел. Чудище-ублюдище. Надо машину взорвать рядом с ним, наверное. Магендарный супер-мутант-мясник. А я лут потом приду сюда собирать? Миниганты, говно, блядь. Тихо я, они дамажны. Мне кажется, он должен был пополам его распилить, нахер. А, даже обычного супер-мутанта с одного захода, блядь, не умеет. Мне кажется, было бы проще с толстяка, с толстяком с самолета ему избахнуть по башке разом. А если перегреется, что будет? Что-то он загорелся, а вряд ли сказать, вот хер. Он вынимает у себя из задницы почечные камни свои, бросает ими. Вертолет, но вертолёту здоровье, походу, не ограничено. Что-то боезапас, как и перегрев, походу. Перегрев тут только визуальный. 137 опыта. О, пушки такие стоят. А, мы садимся? Это уже не смерть с небес, это уже просто смерть, блядь. Может, мы лучше взлетим отсюда, нахер, а? Всё, блядь, в рукопашную пойду, захуячу лучше. Мини-ган натуле говно какое-то. Зато, когда я за ним стоял, меньше дамага проходило почему-то. Укрытие, кому ты командуешь? Все уже сдохли. Может, дрыном? Что-то тоже не похоже, чтобы радиация его, блядь, беспокоила. 63 опыта. Смотрите, какие у него эти. Броня какая, на руках. Щиты такие прям. Короткий штурмовой карабин. Ну, это как мой, только с дерьмовым дамагом. Если вы ещё не вступили в бой, повышает точность вату. Блядь, какое говно. Дождик заливает мне шлем. Данс кого-то убил? Надо же. Не такой уж ты бесполезный говноед. Как могло показаться. Так, а где супер холон? Мясо гнуса, блядь. Ого гнуса. Чудища. Чудища. Я так понимаю, я у них чисто из-за перка у него что-то могу найти. Патроны. Прочная, боевая броня для левой руки. Мясо когтя смерти. А лапа когтя смерти для крафта, да, нужна вроде? Или чё? Хуй поймёшь. Что? Где документы для скриптера где-нибудь валяются, нет? Так, а в сам... В само здание-то можно зайти? А, да, это дальнейшая часть, сука, падла. Всё продумали. Так, а тут чё? Сигары киснут под дождём. Пушки, которые больше никогда не выстрелят. Ага. Понятно, нихера тут нету. Я хоть со стороны-то брутально, блядь, смотрюсь с этим красным фонариком. Блядь, как лох. Хе-хе-хе. Арсенал базы Форд Стронг. Сейчас, наверное, патронов для толстячка-то наберу. Себе. Чисто себе. Надо бы какой-то... Не, я был бы рад подобрать такой арсенал, чтобы у меня была одна базука, одна такая пушка, одна такая под каждый патрон. Но видите, патроны ограничены, стрелять проходят из всего. Одни патроны кончили, взял другую пушку. Другой кончили, взял снова первую и так далее. Херово. Обголодали. Свеженький. Чё опыта-то за него как-то дали, блядь, фагейский. Вот, сука. Вот тебя, блядь, петух, только тут и не хватало, ёб твою мать. Что он делся-то? А на дань себе броня чё, не ломается, что я-нибудь? Не знаю, он сколько там дамага получает. На Варваре броня бы уже в щепки развалилась, нахуй. А это чё такое? А вот тут двое. Ладно, не буду мешать вашей любви. Они сами в себя гранаты бросают, дожили. А чё, он не мутирует? Как будто это плохо, блядь, спросил. О, паладин, наверное, поставили на колени. Фу, лох. Кавалерская, не кавалерийская, кавалерская. Умешение урона при блоке или ускорение на 15%. Говнище. Кавалерская. А, ну кавалер... От слова кавалер, а не кавалерист. Наверное, красивая, с лампасами. На супермутантах тоже надето что-то. Какая-то пародия на соловую броню, мне кажется. О, как с одного выстрела. Охотничья пушка их валит, вы говорите, говно. Блядь. Флаг забрал. Паладин. Так и чё тут? Блядь. Блядь, ну посмотри, как ломается, ёптвою мать. Чушь такая, охеря, лёгкий замок. Чё тут попутано, походу. С этими замками. В лампочках. О! Техническая документация, ёптвою. Так вот, как она выглядит. Мне кажется, я такой много пропустил. О, смотри, ещё техническая документация. Ещё. Она чё, вся здесь что-то сконцентрировалась? Со всей игры сюда сносили. Им не нужна лампочка, которой светили на техническую документацию. А, всё, тут больше нет ничего. Ага. А где склад-то боеприпасов офигенных? Толстяков обещали вроде. Да. Очень сложный. Да базара нету, ладно, сломала. Вот, посадите на этот лут. Ну, стоит ради этого, блядь, с замками ковыряться-то, ёптво. Эта обеяна, очевидно, была обозначена за несколько часов. Ух ты, ебать, мой хуй, это что такое? Разведыватель мощный снайперский карабин. Ну, у меня-то сдвоенный, но тут прицел вообще угорает, конечно. У меня двойного выстрела, вернее, снайперкам, а это круче. Включат Форд Стронг. Руководство по тайной операции. Да, да, обосраться, блядь, моя любимая херня. Рапорт. Пусковой механизм установки М42, Вашингтон добирался. Да-да-да-да-да-да-да. Брока какого-то. Увеличить дальность М42. Они арту, что ли, тут разработали? Ратсал. М42 толстяк какой-то новый где-то здесь находится, я так понимаю. Или что? Паладин, ты не брал? Чего? Статистика, мастерские. Чё за... А, это мои, да, мои типа эти, жилые. Бостонский аэропорт я тоже должен отстраивать, что ли? Ах, он мне обосрался. Зачистить арсенал базы. Так а где арсенал базы-то? Ну, а где-то, наверное, на улице, да? Вряд ли здесь. Обгорелая книга и вискарь для храбрости. Чё-то невозвращенные книги как-то редко встречаются. Я ещё не видел такого... ...автомата, в который бы реально стоило их забрасывать. Здесь очень много обломков, на которые нельзя наступать, блядь, в ботинках силовой брони. Тридцать, блядь, какой-то там шестидесятого размера. Он бы ещё сказал мизинчиком, не ударься, блядь. Опять чудеса телепортации. Так, а где моя, блядь, снайперка? Она хоть... ...натоле двойным дамагом шьёт. Это, хотя, опасно. А, глаза как отдыхают, ёпта. Что-то убогого. Он, наверное, в том ящике. О, какая собаченца. А ты, сука, да ты... ...блядь. Чё не скажется, что она легендарная, ёпта, мать. Кажется, когда и еду, и аптечка лечатся одновременно, это быстрее в два раза. Это, возможно, мне только кажется. О, не хуёло. Кто-то из них всё-таки завладел установкой, да? Бля, паладина Данса, наверное, опасно будет вооружить. Ты должен любить эти мутанты так много, как я. Почему ты любишь так много супермутантов? Они ответственны для смерти близкого друга, братья-то, назван Каппо. Что-то паладин Данса зачастил с разговорами. На его броне ржавчина уже появилась, что ли? Можете представить, что их сын сделала для нас, если они никогда не получили верхнюю руку? Это будет Армагеддон повторно. И, возможно, это конец всего, которое мы держим. Смотри, я не имею в виду тебя с моим ретерикой. Не извиняйся, это напоминает меня, почему я делаю это. Спасибо, брат. Это хорошо знать, что ты принимаешь мою совпаду в сердце. В любом случае, это достаточно. Что важно здесь, то, что ты готовишь работу и защищаешься. Ты должен вернуться к Придвену и поговорить с Максомом. Я уверен, что он хочет дебрифировать тебя, что ты не удовлетворяешься. Быстро отсюда, бля, не съебусь. А, ящики нельзя открывать. То есть я лично не получу ни хера никаких, блядь, хлебница. Ящик в ящике. Это что вам, бля, матрешка, что ли? Я, то есть, не получу никаких зарядов себе, никакого нового пускового устройства. Я чисто для братанов стали, короче, прогнулся, надыбал. Все это добро. О, блядь, красота какая охуенно. Молодцы разработчики, что придумали красный налобный фонарь. Он такой пиздатый просто. Сейчас, наверное, все, кто смотрит, все, наверное, согласны, да, что, блядь, вот классный. Я, можно было бы, я бы два налобных красных фонаря поставил. Или лучше один налоб, второй в жопу себе вставил. Еще и задним, блядь, стоп-сигнал себе в очко инсталлировал, я не знаю, чтобы боты сзади не натыкались. Просто вообще такая крутизна этот, блядь, красный фонарь вообще. Ох, красота. То есть, короче, даже ядерной батареи нету для меня. Вообще ничего нет. И враг не затаился. О, блядь, вообще круто. Горелка Бунзина, блядь. Кто такой Бунзин? Папка. Тестовый терминал команды Браво. Нахер он мне обосрался. Тестовый терминал команды Браво. Если только там не написано, где взять то, что они тестировали. Тестовый терминал команды Браво. Так, так что, я думаю, я надеюсь, что я не говорю. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. О! 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 Вот оно. Где всё было-то? По-моему, ядерный мини-заряд-то единственный боеприпас, который имеет вес, да? Или я что-то путаю? Посветим своим классным фонариком, посканируем местность. Такая табуретка там в кабине, пипец. Всё, ни хрена больше нет, да? Это шедевр. Два ядерных мини-заряда. Обалдеть. И то с куском сердца оторвали, наверное, от жадности. Где же пусковая установка-то, интересно? Или это всё так, слова-слова? Ну, я, я, блин, это терминал команды Браво, я не знаю, может быть там координаты какие-то, может, да хуй там, когда такой был-то? Секретные двери, тоже терминалы уже давно никакие не открывают. Там, наверное, записано, скорее всего, что образец не удался, бля, развалился во время испытаний. Поэтому его здесь нету, искать бесполезно. Моя версия. Ну, в любом случае, если ошибусь, в комментах меня так или иначе поправят. Так, ну чё, где этот... Ай, блядь. Командир же мне здесь давал задание. Блин, теперь мне надо ему... Теперь мне надо идти к нему в офис, что ли, сдавать это всё? Вот говнюк. Я жду, чё он там в паладин и меня сразу произведёт, или что? Или ломаться будем? Задание-то мощнейшее, согласитесь. Да-да, всё только начинается, конечно, сейчас самая жесть начнёт. Сигнальная шашка для винтокрыла. А-а-а, вообще в любую точку, то есть, это фаст-тревел на неоткрытой территории? Спасибо. Спасибо, Нига, братан. Да. Бля, мало опыта дали за такой мегаквест. Я уверен, что ты представил, что наш враг в Коммунике не было коинцидентно. Мы здесь, потому что уникальная энергия, которая записана от паладин-данцев Рекон-Тима, according to our scribes. Это читает, что это уровень технологии, что только Института могла найти. А-а, Институт. Я тоже их ищу, не поверишь. Институт, и все, кто ответил за создание этих сенсов, должен быть элиминтированным. Бля, вы лютые противники Института, да? Я тоже не люблю этих. С высшими образованиями, которые там начинают выезживаться. Все, все сделаю, все нормально. Странно, что главарь одет какую-то кожанку, блядь, летную вторую мировую войну. У него должна была быть самая крутая силовая броня, вместо этого он как Абсос одет. Обойдешься пока без сведений, я еще, бля, подумаю, кому их продать. Ладно, короче, на этом серия заканчивается. О, вон, без ногой это ходит. Дама. Все-таки, как интересно, силовая броня работает, да? Я думал, что она усиливает мышцы, а у нее вообще ног нет, но она ходит. Это, блядь, интересно. Ладно, продолжение следует, так что че-нибудь жми, че-нибудь пишите, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok